Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Я Анастасия Шевцова. Вот о чем расскажем сегодня. Свист пуль и рев моторов в погоне со стрельбой в Бавруйске. Как это было? Водитель Уступи. У инспекторов ГАИ выдалась непростая неделя. Сколько ДТП случилось на дорогах города. В Бавруйске неизвестные установили проволоку на железнодорожной пути и скрылись. Чем обернулось преступление? Вспыхнуло за пару секунд. В Бавруйском районе горел дом. Что стало причиной пожара? Мы начинаем. На перекрестке с шиной и энергетиков столкнулись два автомобиля. ДТП произошло в четверг ранним утром. Вольксваген Пассат двигался по шиной со стороны Минской. При повороте на энергетиков немца врезалась Тойота. Обе машины получили серьезные повреждения. Причина ДТП устанавливается. Информации о пострадавших нет. В духе форсажа погоня госавтоинспекторов за пьяным водителем закончилась стрельбой и задержанием. Двигаясь по Крылову, автомобиль САП не подчинялся требованиям сотрудников ГАИ остановиться и попытался скрыться. Это случилось в субботу около пяти утра. Во время преследования скорость на марке превышала 160 км в час. Водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу безопасности людей. На 307-м километре автодороги Кречев-Бобруйск-Ивацевичи инспекторы несколько раз выстрелили по колесам автомобиля и пробили заднее колесо, в результате чего машину удалось остановить. За рулем находился 35-летний бобручанин. Алкотестер показал 2,4 промилля. Мужчина судим за угон и более 25 раз привлекался к административной ответственности. В том числе трижды за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Постой паровоз. Неизвестные установили проволоку на железнодорожные пути. Местом диверсии стал перегон Бобруйск-Мирадина. Проволоку обнаружили сначала на трех, а затем еще на пяти путях. Посторонние предметы на рельсах оперативно удалили. Сотрудники БЛЖД обращают внимание. Такие действия могут повлечь не только срыв графика движения, но и экстренное торможение локомотива, а вследствие травмирования пассажиров. К счастью, в этот раз остановка поездов не потребовалась. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают злоумышленников. Смельчак под градусом. Правоохранители задержали мужчину, который начал погром в магазине. В дежурную часть Бобруйского отдела Департамента охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из охраняемых объектов торговли. 34-летний местный житель, как сообщается, в состоянии алкогольного опьянения проник в магазин, разбил кассовый аппарат и две витрины, а потом разбросал продукты. Задержанного доставили в местный РУВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство. Уступи дорогу. Возле автовокзала столкнулись Форд и Ауди. О ДТП стало известно в пятницу утром. Водитель американца выезжал с автостоянки вокзала и не уступил немцу, который двигался по главной. Избежать столкновения не удалось. Повреждения получили обе машины. У Форда помяты левые дверь и крыло, у Ауди поврежден бампер. Обошлось без пострадавших. Аналогичное ДТП произошло днем позже. На перекрестке социалистической и пролетарской дорогу не поделили два Форда. Светлый двигался по главной со стороны Гоголя. Ему в бок со второстепенно въехал темный. Обошлось без пострадавших. Обоим авто предстоит серьезный ремонт. На печь надейся, а сам не плашай. В Бобруйском районе горел жилой дом. ЧП случилось в субботу. Сообщение о пожаре в деревне Забудьки поступило в 12-м часу дня. Позвонил сам владелец дома. Пока спасатели добирались до места, хозяин справился с взгоранием самостоятельно. Мужчина не пострадал. Огонь повредил перекрытие внутри дома. Причиной пожара стал брус деревянной перегородки, который примекал к печи, вследствие чего и загорелся. При эксплуатации печей не допускается размещать горючие материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий. Не перекаливать печь. То есть печь лучше протопить несколько раз за день. Не оставлять без присмотра. Не поручать надзор маленьким детям. Также инспекторы МЧС напоминают, перед началом отопительного сезона необходимо очистить дымоход от сажи и прибить притопочный лист или залить негорючее основание. Подойдут цемент и плитка. По горячим следам бобруйские милиционеры задержали 18-летнего грабителя. Инцидент произошел на прошлой неделе. Дело было вечером на интернациональной. Молодой человек выхватил из рук женщины пакет с продуктами и дамскую сумку. В ней были ключи, кошелек с деньгами и банковская карта. 48-летняя пострадавшая сразу же позвонила по номеру 102. Ориентировка злоумышленника поступила всем нарядам милиции. Через 30 минут по горячим следам сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции УВД Бобруйского горизполкома около магазина по улице Половской остановили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Им оказался 18-летний парень, временно проживающий в городе Бобруйске. Парень, как сообщается, был пьян. Его задержали и доставили в отдел милиции для разбирательства. Оперативники нашли у подозреваемого в вещи пострадавшей Бобручанки. Они подалеку от места задержания обнаружили похищенную сумку и пакет. Следователи возбудили уголовное дело. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и в соцсетях. Я Анастасия Шевцова. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова